здравствуйте друзья это она по ну как вы знаете что но кто хорошо знает меня мы телевизор вообще не смотрим сколько маша лет мы не смотрим телевизор много мы уже вот пять лет живем здесь у нас нету телевизор не подключен к антенни к аналоговой да пока мы жили в чете мы там тоже лет наверное пять тоже не смотрели телевизор и я рассказывал эту историю как мы перестали смотреть телевизор дело в том что мы когда-то смотрели телевизор смотрели спокойной ночи малыши я каждый вечер в девять часов смотрел новости но однажды соседка пригласила значит какого-то мастера ну это мы были жили в чете на четвертом этаже и этот значит рабочий залез на крышу и откусил нам антенну а почему откусил на то была причина потому что у нас антенна с крыши по стене дома а мы жили в панельном доме она значит свешивалась и значит была просверлена дыра в стене и она вот к нам была в дом заведена снаружи через дырку в стене когда шли дожди когда таял снег по весне то по этому проводу постоянно по по кабелю текла вода текла вода вот и вот это вот кабель вот этот антенны был таким проводником и мы-то это как бы не замечали к нам домой через антенный вот этот вход нет ничего не затекало но соседка которая жила снизу она заметила что у нее мог нет угол вот и оказалось что вода течет снаружи по нашему кабелю вот но она говорила как-то мне что вы бы как-то что-то посмотрели ну я конечно тогда еще служил я говорил бросал ей на ходу что да я посмотрю но забывал и вот она прибегла к таким мерам тупо сделала пригласила рабочего он отстриг этот кабель залез на крышу отстриг кабеля кабель упал и однажды я пришел домой включил телевизор а телевизор не идет ну речь хорош такая речь да как свое время говорил михаил евдокимов ну покрутил там настройки вроде бы все нормально потом выглянул значит с балкона у нас там видно как раз было у кабель висит ну и все ругаться с соседкой не стали потому что я почувствовал свою вину потому что действительно она уже говорила что антенна у нас является вот таким проводником для воды и она страдает от этого вот поэтому я конечно не стал думаю надо что-то делать другое да и вообще как то вот мы уже к тому времени поняли что телевизор это зло что ничего хорошего нет у нас ребенок уже подрастал и тоже смотрел постоянно эту рекламу да и вот эти вот всякие новости раздражали всякие сплетни и мы просто как-то затянули как-то вот этот момент с устройством новой антенны намеренно но испытали некоторые такие ломки потому что действительно время допустим 20 30 спокойной ночи малыши уже что-то надо смотреть в 9 часов новости надо что-то смотреть я тогда просто у нас уже был интернет широкополосный заведен и я настроил значит так скажем вывел сигнал с интернета на этот телевизор на этот на тот который у нас был тогда в чеке 10 лет назад и как вот эта ломка начиналась я сразу раз в 20 30 включал и мы смотрели с дочкой спокойной ночи малышей в 9 часов я начинал смотреть новости и так продолжалось но какое-то время то есть мы вот таким образом как бы удовлетворялись свою вот эту тягу к просмотру телепередач а потом я понял что а зачем ждать 20 30 зачем вообще ждать 21 00 там или или 22 и смотреть новости вот так вот в прямом эфире когда можно те же новости посмотреть ну с опозданием когда захотел допустим да даже если я вчера пропустил новости могу посмотреть сегодня утром могу посмотреть их в другое время короче и также спокойной ночи малышей а зачем вообще смотреть спокойной ночи малышей не каждая передача интересная бывает мы стали значит смотреть я стал новости смотреть в разное время а вместо спокойной ночи малышей мы стали смотреть такую передачу которая шла на телеканале союз это православный канал в гостях у дуняши белорусская передача такая интересная там тоже было что посмотреть и главное полезная хрюша он такой хитрый персонаж он наших детей учит плохому часто вот поэтому вот так вот мы стали жить без телевизора и сюда приехали хотя я тут вывел вход антенны вот ну вот вот он там при когда мы делали ремонт вот но но я попытался настроить оказывается ну видимо тут антенны на наших домах нет и я кроме такой хорошей рябий ничего больше не увидел и вот третьего июня краснодарский край перешел на цифру и я думаю а почему бы ну вот просто приемник у нас достаточно новый может быть просто для интереса подключить цифру и вот я сейчас думаю вот специально включил вернее да камеру начал снимать и думаю сейчас вот я прямо при вас подключусь к цифре вот и рассказывал вот эту историю как мы отказывались от телевизора и отказались и привыкли смотрю конечно но я смотрю уже как smart у меня здесь есть приложение вот это же smart tv то есть он ловит вай-фай а я скачал программу она называется по моему tv плюс и там все основные каналы тоже наверно на штуках двадцать и первый и россия 24 и союз и твц и рентв в общем все она есть и иногда какие-то я уже стал посматривать передачи вот а сегодня вот у меня созрела такая мысль а не включить ли мне цифру ну просто вот ну об этом же как говорится как революция о которой все время говорили большевики совершилась вот так и здесь цифра о которой постоянно говорили в правительстве говорил наш премьер министр уважаемый дмитрий анатольевич медведев совершилась я кстати благодаря медведеву фейсбуку подключился вот и до сих пор фейсбук у меня ну такой вот востребованная такая социальная сеть вот и все что я сейчас вам наговорил конца то логического не имеет потому что я хотел сейчас прямо при вас подключить цифру ну думаю сейчас включу автопоиск и тут будут эти каналы загораться первый второй третий четвертый ну и же всего около двадцати говорят и ничего этого друзья не будет потому что я сейчас вот когда вам показывал что у меня вот есть устроена антенна и гнездо но для того чтобы принимать цифру даже на современном телевизоре все равно нужен антенный кабель и который должен соединять антенну которая установлена на крыше я думаю наверное есть все равно какая-то антенна на крыше но у нас же современные дома вот и телевизор вот я буквально перед этим посмотрел ролик в интернете вот сидел там ел кашу и смотрел этот ролик просвещался потому что цифра пришла к нам а я как всегда отстал вот думаю но сейчас-то я догоню но не догоню друзья поэтому ну простите меня что я вам не покажу сейчас эту цифру в действии но тем не менее я старался и рассказывал я рассказал интересную историю и я когда найду кабель соединительный я сделаю еще один ролик вот а сейчас подпишитесь пожалуйста на мой канал поставьте значок колокольчик ткните его чтобы получать уведомления о выходе моих новых видео смотрите описание смотрите видео которое я предлагаю вам в конечных заставках потом нажимаете вот в этот угол экрана там будет такая белая пятнышка с буковкой и это подсказки вот и вы тоже их нажимаете потому что я всегда вам что-то предлагаю еще посмотреть кроме конечных заставок и всего прочего и всего вам доброго друзья а мы сейчас машей пошли в магазин гипермаркет всего доброго пока